И я хотела бы вот здесь еще кое-что, вопросик такой. Знаете ли вы кого-нибудь, у кого выросли новые зубы? И беременность на автономии интересна. А что беременность, по-моему, у тебя? У кого выросли новые зубы, я лично не знаю, но есть, по-моему, в соцсетях есть люди, которые показывают, что выросли новые зубы. И зимой, когда я только начинала свой путь, я выступала в зуме, и женщина-стоматолог из другой страны, я не помню из какой, она говорит, я могу вам предоставить несколько снимков, когда у обычных людей начинается третья смена зубов. И это сейчас не такое редкое событие. Если вы наберете в Ютубе, то это действительно достаточно такое уже массовое событие, когда, да, действительно, третья смена зубов, она очень актуальна. И это не какое-то волшебство, это действительно наш организм так может реагировать на какие-то вещи. Но это нужно будет отслеживать, если кому-то это интересно, наверное, кто-то может развить эту тему. А что касаемо беременности на автономии, да, у меня тоже был ролик, потому что вторую свою беременность, первый триместр я была полностью на автономном питании. три с половиной месяца я не кушала и не пила, но я тогда еще не знала в полной мере про автономию. Ну, как я не знала про автономию. Я тогда находилась, я тогда мечтала находиться на сыроедении, но мне родственники сказали, что ни в коем случае нужно мясо. И, видимо, я так хотела, что в первые дни моей беременности мой организм перестал принимать еду. То есть, чтобы я не съела, даже пол виноградинки, у меня был жуткий токсикоз. И чтобы продолжать работать, я просто убрала еду и жидкость. И так получилось, что об этом как-то в процессе никто особо не заметил, и я про это забыла. Но когда врач в начале второго семестра мне сказал, что странно, вроде бы и живот растет, и все, говорит, а вес у тебя не прибавляется, давай-ка полежишь в стационаре. И для меня это тогда было, наверное, как-то страшно на тот момент. Думаю, ой, что же там с ребенком? Действительно, первый триместр, самый важный, самый главный, когда формируются все внутренние органы ребенка, а я совсем не ем и не пью. Я себя замечательно чувствовала. Я работала, я работала очень много, то есть я утром уезжала на работу, к ночи я приезжала с работы, было все великолепно, но вот под чувством страха я, наверное, я зашла обратно на еду. Но я могу сказать, что у меня ребенок родился, он родился уже амбидекстром. Амбидекстр – это который и правое, и левое полушария работают одновременно хорошо. Он мог и левой, и правой рукой как кушать, так и рисовать, и мог одновременно этими руками рисовать какую-то композицию. У меня даже на YouTube-панале это где-то выложено. Это действительно есть, и я сейчас понимаю, что это не страшно, но не могу сказать ничего. Я всю беременность не ходила в автономии. Первый триместр у меня это было. Формирование ребенка у автономной мамы – это было. Это я могу сказать, это я могу поделиться. Спасибо.